Ответы на вопросы. Итак, платье, которое нам прислала наша ученица. Вот оно. Посмотрите, как оно выглядит. Вот это ее снимочек, который нарядное вот такое вот платье. До щиколотки. Оно скроено по косой. Платье комбинация называется. Брительки тоненькие здесь. И посмотрите, качели. Я вот не помню, давала ли я вам эти качели. По-моему, я все-таки их давала. И вот так оно выглядит на спинке. И вот так оно выглядит на спинке. Давайте я быстренько набросаю этот набросок, чтобы уже отложить в сторону вот эту картинку. И мы будем разбираться с ним более детально. Итак, платье комбинация. Рисуем его. Что мы видим, глядя на нашу картинку? Что оно полуприталиного силуэта. Оно заужается даже книзу. Вот она стоит так. Бедрышки у нее обтянуты вот здесь. А книзу как будто это платье имеет силуэт вот такой рыбки. И выглядит оно где-то вот так. Так. И здесь у нас бретеричка. Бретеричка. Это пройма. Достаточно открытая, рискованная пройма. Не очень-то советую такую делать. Да. И здесь вот такие вот, как бы такая слабина идет. Ни одной выточки мы тут не обнаружили. Это у нас передняя половинка. Так. И сейчас изобразим заднюю половинку. Сзади ни замочка, никаких выточек, тоже ничего абсолютно нет. И вид у нее вот такой вот. Ну, во-первых, очевидно и понятно, что это платье выкроено все по косой. И почти до талии, почти до талии, у него, у этого платья идет вот такой вот вырез. Это бретерички. Вот это бретеричка, бретеричка, пройма, горловинка, контур. И здесь так же. Это роликом все, видимо, обработано. Ну, вот это платье я объединю еще с ответом на один вопрос. Еще одна наша, видимо, ученица. Она в ВКонтакте. Наташа ее зовут, написала мне из ВКонтакте. Она попросила рассказать, как сделать платье из шелкового ботиста без рукавов, но на подкладке. Вот смотрите, у нас платье без рукавов. И я считаю, что вот это платье тоже надо делать на подкладке. Почему? Объясню почему. Потому что, если мы из тонкого шелка, но на картинке оно, наверное, все-таки из шелка сделано какого-то. Если мы качели не проходили, да, но сейчас тогда заодно и пройдем вот такие вот качели, которые здесь нарисованы. Хорошо, это очень просто делается. Сейчас я вам это сразу расскажу. Вот, смотрите. Ни одного шва нигде мы не увидели. Но есть боковые, естественно, которые просто здесь не видно. Во-первых, мы рисуем техническое задание. Делаем техническое задание. Рисунок мы нарисовали и поняли про него все. Второе, что мы должны сделать, это мы должны снять мерки. Мерки мы все сняли. Третье, мы должны выбрать прибавки. Вот давайте подумаем, какие мы прибавки сюда выберем. Если изделие без рукавов, прибавки вы знаете по груди от нуля до трех. По талии, по бедрам. Судя по тому, что мы видим на нашем рисунке, оно достаточно свободное. То есть оно не прилегает к телу. И с учетом моего опыта, я бы сделала так. Прибавка и выкроенная, но еще по косой. Если ткань идет по косой, то она имеет такое свойство, что когда вы будете ее, это платье надевать на себя, оно будет растягиваться в ширину, и вы легко пройдете в него. Но когда вы наденете, под действием силы тяжести, оно также легко оттянется и в длину. Потому что оно подвижное. Ткань, выкроенная по косой, всегда очень подвижна. И вытягиваясь в длину такое платье, будет становиться уже. И поэтому прибавки, которые мы используем, нельзя брать нулевые. Потому что оно оттянется вниз, да, и прибавка перестанет быть нулевой. Она станет минусовой и будет вас некрасиво обтягивать. Поэтому прибавку по груди для данного платья, выкроенного по косой, я бы взяла 3 сантиметра для начала. У вас будет примерочка, лишнее заберете. Но я не знаю, насколько оттянется ткань. Одна оттянется больше, другая оттянется меньше. Одна лепче, другая тяжелее. Понимаете, поэтому для страховки берите побольше. Ну и боковые швы пока при пуске тоже делайте. Прибавка по талии. Силуэт все-таки приталенный. Поэтому прибавку по талии игнорировать нельзя. Делать какой-то прямой совсем силуэт я бы тоже не стала. Поэтому я бы вывела вот эту линию в боковом шве, которую мы сейчас визуально видим. Значит, прибавку надо делать? Надо. Но 3 сантиметра будет очень мало. Я бы взяла 5, потому что нет никаких выточек. Раз выточек никаких нет, значит понятно, что оно скользить должно по фигурке. Оно никак не должно ее в этом месте обтягивать. И прибавка по бедрам нам нужна. Прибавка по бедрам это минимум 3 сантиметра. Минимум 3 сантиметра, потому что опять же не знаем, насколько обтянется. И здесь видно, что оно ножки не обтягивает. Никакого намека на белье мы там не видим. И ничего не видим. Там есть воздух между телом и одеждой. Там есть явно воздух. Поэтому я так бы здесь написала от 3 до 4, возможно, сантиметров. Опять же, повторяю, я не знаю ткань, я не знаю ее свойств, я не вижу, я рассуждаю. И выбираю вот такой вот безопасный для нас вариант. У вас будет примерка. И на примерке, если это перебор, то вы заберете. По крайней мере, вот эти вот данные, они не будут вам, они не испортят вам вашу вещь. Все. Вот это мы выбрали. Что мы строим? Мы строим обыкновенную базовую конструкцию с нагрудной выточкой. С нагрудной выточкой. Ну, давайте я ее вот здесь не изображу. Она очень простая. Деталей здесь никаких много не будет. Поэтому я нарисую ее вот таким вот попроще образом. Есть нагрудная выточка. Вы строите. Так. Ну, эту выточку можно проигнорировать. Так. Здесь у вас боковой шов. Здесь у вас талия. Здесь у вас бедра. Вы построили это все с учетом в этих ваших прибавочек. Вопросов нет. Да? Дальше, мои хорошие. Чтобы понять. А, ну давайте еще силуэт нарисуем. Да? Силуэт нарисуем. С учетом прибавок. Ваша выкройка, может быть, будет выглядеть как-то вот так. Так. И вот так. Где-то, видите, как вот пройма низко. Да? Пройма низко. Значит, где-то вот так у вас будет выглядеть спинка. Угу. И где-то на этом уровне у вас пойдет вот так вот уже ваша так. И на самом деле это будет выглядеть вот так. Ну, выведу вам все сразу. Смотрите, какие вы элементы будете сюда прибавлять. Ага, и я не заузила книзу. Потому что оно будет отвисать и оно будет само заужаться. Раскрешать не надо. Если будете раскрешать, получаться будет прямой силуэт. Если не раскрешите, а ставите книзу прямой силуэт, у вас получится зауженный силуэт книзу. Если этого будет вам мало, вот этого эффекта, чуть-чуть добавите в боковую швель. Итак, смотрите, очень просто получаются эти качели. Значит, сначала вы выбираете на фигурке вот эту точку, вот эти точки. Выбираете, да? Ну, вот моя пройма. Вот моя пройма. Значит, я сориентировалась. Вот у меня линия груди. И где-то померив расстояние от вот этого расстояния отложить, да? Вот это расстояние вы должны померить. Его отложили примерно, да? И вывели вот эту вот линию. Пройма у вас сохраняется? Сохраняется. Сзади пройма сохраняется? Сохраняется. Мы видите, что сзади видим? Значит, ну, может быть вот так. Ну, я бы, наверное, вот так вот нарисовала. Вот так нарисовать, вернее, надо. И этого уголочка, мы там как-то его видим, но его на самом деле нет. То есть я вот так пройму сделаю, да? И нарисую вырез. Вот это спинка. Спинка выглядит вот таким образом. Ничего больше делать не нужно. Здесь сгиб, здесь сгиб. Полочка как выглядит? Боковой шов аналогично. Это аналогично. А здесь дальше вот так. Откуда здесь начинается бретелька? Оттуда здесь. Помните, как бретельки мы высчитывали с вами? Мы плечико, где место для бретельки? Мы вот это плечико 13 сантиметров делили пополам. Это серединка, да? Здесь у нас получалось 6,5 сантиметров. Я говорила, лодочка начинается вот от этой величины. А здесь живет бретелька. Поэтому от этой серединки, ну, отойдите в сторону, сантиметр, полтора, два. И вот вам нужная вам точка. То есть это вторая половинка. И вот она бретелька. Эта бретелька переходит сразу в пройму. А что остается? Вот эту часть мы изобразили. А вот эта часть на самом деле это просто вот такая прямая линия. И вот вам весь крой этого платья. Не увлекайтесь. Не опускайте вот эту линию низко. Сделайте себе страховку вот сюда. И примерка вам покажет. Часть вот этой выточки, она у нас пойдет вот сюда, на этот провис. Вот на этот вот провал. Давайте еще вернемся к этому платьюшку. Посмотрим на него эта спинка. Видите, вот как? Вот оно вот такой вот слабиной. Вот такой слабиной здесь вышло. Вот она эта слабина, эти качели так называемые. Потому что плечики она свела. Кучку, видите, у него поза специально такая выбрана. И этот провал, вот эта слабина, она легко сформировалась. Она плечи в сторону разведет, она будет поменьше. Ну, нравится, не нравится. Опасный на самом деле фасон. Почему опасно еще? Потому что, смотрите, спина очень вырезана. Если бы вы вот эту историю оставили так, а на спинке сделали просто комбинацию без вот этого выреза внизу, я была бы за вас более спокойна. Потому что, если вам хочется так, рискните, у вас пропадает ребро жесткости. Оно не зря велико ей. Вот посмотрите, оно как отходит от тела. Потому что тут прибавки, видите, как оно отходит от тела? Это говорит о том, что в этой ткани, вот эти прибавки, они еще больше, чем, я вам сказала, 3 сантиметра. Они здесь доходят, ну, наверное, вот до 4-5 сантиметров отходят. Потому что, если будет чуть-чуть меньше прибавка, все будет собираться впереди, спина будет абсолютно голая. То есть нет ребер жесткости. Оно будет не лежать будет на фигурке, будет отваливаться, разваливаться. Если не хотите рисковать, поменьше сделайте прибавку и не вырезайте вот этот вырез. Или вырезайте намеком, но не так сильно. Или поднимайте вот здесь повыше. В общем, как-то, как-то, но вы формируете вот эти ребра жесткостью. Вот. То есть вот это здесь очень важно. Теперь я хочу рассказать про то, как кроить изделие по косой. Для того, чтобы выкроить изделие по косой, крой по косой. Выкройки, вот эти, вы подготовили. Их нужно подготовить из бумаги, обязательно, мои хорошие. Потом вы должны взять свою ткань. Вот у вас ткань опять, чистый листочек. Да, это наша ткань. Так как вас интересует косой крой, вы ее обязательно складываете вот так вот под углом 45 градусов. Вот так сложили свою ткань. А сложив эту ткань вот таким образом, здесь у вас долевая нить, да, здесь у вас какая нить там, поперечная нить, допустим, идет. Ну, все равно как, не важно. Вы уже вот сюда укладываете свою выкройку. То есть серединкой вашего изделия будет строго долевая нить под углом 45 градусов. Все. И обводите здесь то, что вам нужно. С одного уголочка вы обведете полочку. И с другого уголочка, ну, мне вот листочка здесь не хватает явно, да. Например, мне нужно побольше ткани. Вот с этого уголочка полочка. А вот с этого уголочка вы ткань свою возьмете, да. Сделайте это все в макете сначала. Потому что сколько у вас пойдет ткани, никто не знает на самом деле. Поэтому лучше это решить в масштабе. Вот так вот на бумаге где-то выложить. А сюда вы положите уже свою, допустим, спинку. Вот на это место. Правильно? И у вас получится. Здесь будет спинка, да, выкраиваться. А с этого уголочка у вас будет выкраиваться вот так вот полочка. Не скажу, что это легко. Но хотя бы вы знаете сейчас какой-то ответ на свой вопрос. То есть строго класть надо таким образом, чтобы серединка вашей спинки и вашей полочки были под углом 45 градусов. Укладывать свое изделие, ну вот не строго вот так вот, да, под углом 45 градусов ткани, а укладывать где-то под другим углом не нужно. Это очень делает некрасивым свое изделие. Оно будет перекашиваться, симметрии не будет. Заломов с одной стороны будет больше, с другой меньше. И в общем будет чистая ерунда. Так, вот так мы работаем с такими платьишками. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. И я пишу вам. Идем дальше по нашему плану и смотрим, что там у нас дальше. Спасибо. 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 Спасибо.